Доброго утра! 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 Это считается как международный женский день, но все-таки больше склонен к тому, что это день матери все-таки. Потому что мать это все для нас, без женщин мы никто. Раз мы заговорили про день матери, помните ли вы свой первый подарок для своей мамы, Магашак? Ой, вопрос хороший. Я думаю, что это было, как у любого ребенка, конечно, это была какая-нибудь открытка, текст очень серьезный, где ты говоришь, что ты лучшая мама на земле. Я, кстати говоря, недавно находил такую историю, старое такое письмо было маме, где было написано, что мама, соответственно, ты лучшая мама на земле, что я ее безумно люблю и так далее и тому подобное. Это был, наверное, первый подарок. Ну и, конечно же, по классике ты делал какой-нибудь из оригами тюльпанчик, как это в детском саду обычно было принято. У нас, кстати, тоже были оригами, да, мы тогда розочки делали. Я еще сбегал, я помню, я все деньги, которые мне оставляли на обед, я побежал, купил шоколадку, прибежал домой, прям радостный, подарил это маме. Мама увидела, заплакала, обняла, сказала, ой, ты мой хорошенький. Да, это очень, конечно, приятно, когда даже от своей руки, ну, ты все-таки делаешь подарок и внимание, я думаю, это самое главное. Магашак, теперь лично вопрос для вас. Нам известно, что жители Армении, кроме Международного женского дня, 8 марта празднуют еще и 7 апреля. Собственный праздник, День красоты, материнство. Кто-то празднует 8 марта, кто-то 7 апреля, кто-то оба праздника. Какой праздник для вас более предпочтительный? Вот, наверное, я солидарен буду здесь с Маликом, потому что у нас вот 7 апреля, да, именно День матери, любви и красоты, у нас вообще в Армении праздник официально называется День материнства и красоты. А в Красноярске уже, наверное, больше 10 лет мы организовываем крупные такие межнациональные мероприятия, посвященные маме, наш национальный праздник, который всегда вовлекает представителей различных национальностей, именно в самую концертную программу, в проекты, которые к этому мероприятию готовятся. Для меня все-таки 7 апреля – это именно День матери. То есть то, что касается конкретно материнской любви, то, что касается именно женщины как матери, для армянского народа вообще слово «мама» – «майр» звучит как бы по-армянски как «майр» – слишком много значений имеет. Например, родной язык звучит как «майрени лезу», то есть и материнский язык. То есть, опять-таки, да, вот вроде бы очень глубокие культурные какие-то базы, культурные ценности, они все связаны с матью. Считается, что именно благодаря женщинам во времена, в тяжелые времена, в трагические времена для армянского народа, например, как геноцид армян в 15-м году 20-го века, армяне не утратили свой язык, не утратили свои обычаи и культуру благодаря, опять-таки, в первую очередь женщинам. То есть для нас женщина-мать слишком много образов, слишком много глубоких смыслов, чтобы мы не отмечали как-то отдельно этот праздник. Поэтому вот 7 апреля – это именно день матери для меня лично. А еще я слышала такую информацию, что армяне весь этот промежуток с 8 марта по 7 апреля посвящают дамам. То есть это правда, что вы весь этот месяц празднуете женский день? Вообще да, потому что в Армении вообще это называют, как бы странно это не звучало, но называют это «женский месячник». То есть реально весь месяц по факту мы празднуем дни женщины, я бы так сказал. На самом деле у нас, как получается, 7 апреля, что это за праздник? Почему он день матери? Это, собственно, вопрос. Дело в том, что это церковный праздник, это благовещение, благовест. По легенде именно в этот день архангел Гаврил сообщает Деве Марии о том, что вот у нее родится первенец, родится Иисус Христос, Сын Божий. То есть для нас это не только праздник, соответственно, такой светский, где мы организовываем, опять-таки, крупные какие-то мероприятия, но и в первую очередь церковный, то есть религиозный праздник и один из самых важных праздников в армянской церкви, то есть в календаре армянских церковных праздников. Армяне-христиане, я не знаю, вы, наверное, все прекрасно об этом знаете, первые христиане на планете, и День Матери – это еще и христианский праздник. Весь месяц стараемся мы радовать наших матерей, воплощать их мечты, радовать их своей любовью. Но вот, наверное, со мной мой друг будет согласен, что действительно это нужно делать каждый день. Это нужно делать каждый день. А есть у вас какие-то собственные традиции в вашей семье, которые вы празднуете в женский день? У нас есть, да, такая есть традиция, но мы, конечно, собираемся в кругу семьи, мы ждем, когда мама зайдет домой, а ужин уже готов, мы готовим ужин за нее, мы убираемся, мы все делаем, чтобы мама в этот день чувствовала себя свободной. И никакой не секрет, мама каждый день приготовит, уберет, потому что это мама. В этот день мы все делаем за нее, чтобы она была в этот день не уставшая, чтобы она выглядела свежо, красиво. Мама, она обязательно должна выглядеть красиво в этот день, чтобы она радовалась. Мы в этот день также, ну, мы вечером, в принципе, собираемся, мы накрываем на стол, и когда мама заходит, мы дарим ей огромный букет цветов, тортик покупаем. Все это скромно, но зато это с любовью. Душевно, очень. Очень мило. Ну, вот, а теперь самое интересное. Узнаем, кто же из вас придумает лучшее поздравление вашим дамам, сестрам, маме или любимой. Я бы хотел поздравить всех прекрасных женщин на этой планете. Своим любимым я бы хотел сказать, что они поддерживают меня, поддерживали и будут поддерживать всегда, что я хочу поблагодарить их за то, что они меня любят, за то, что они меня принимают таким, какой я есть, за то, что каждый день они мне дарят свою любовь, тепло и заботу. И я очень хочу пожелать им оставаться всегда такими же любимыми своими мужчинами, девушками, женщинами. Хотел бы пожелать им цвести, расцветать и радовать своих мужчин улыбками, смехом, отличным настроением. Поддерживать их, давать им крылья, чувствовать каждое колебание их настроения, улавливать это и обязательно-обязательно вдохновлять на самые лучшие поступки. Дорогие наши женщины, от всей души все-таки я вам желаю большой любви, очень, потому что без любви мы не проживем на этой планете. Поздравляю вас всех с Международным женским днем, будьте любимы, будьте опорой для своей семьи, будьте очагом своей семьи. Никогда не жалейте о том, что вы сделали, никогда не расстраивайтесь по пустякам. Главное вам терпение, заботы, счастье. Мы вас всех безумно любим и поздравляем с Международным женским днем, с наступающим праздником. Я хочу подытожить тем, что пусть мужчины радуют вас не только 8 марта, а каждый день. Будьте счастливы и расцветайте с каждым днем все больше и больше. У нас в гостях были Багаршак Сагаманян. Спасибо. И Мухаммед Малик Нуров. Всем пока. Этот опрос поможет мужчинам придумать нам самые замечательные сюрпризы на 8 марта. Можно подарить корзину эклеров и внутри абонемент в спортзал. Я сначала интересуюсь, чем занимается человек. Например, если он занимается творчеством, или, например, любит делать духи из масел, например, или мыло варить. Я обычно всегда люблю дарить компоненты. И как-то это уже слова приукрашают, что вот тебе компоненты, чтобы лично расти, чтобы навык рос. Ну, чтобы были средства, чтобы это исполнить. Я жду от тебя кольцо на 8 марта. Вот это будет самый необычный. А я думал кота. Ну, я, наверное, подарю своей маме суши. Она их очень любит. Ну, на самом деле, я считаю, что не в подарках дело, потому что дело в основном в отношении. Универсиада нам поспособствует в этом году. Мы все знаем, что универсиада – это какое-то мероприятие, где люди борются за первое место в каждой категории, в каждом своем виде спорта. Но есть один уникальный вид спорта, который называется фигурное катание, на который билеты достать невозможно. Ну, очень тяжело. Поэтому это 8 марта. Я надеюсь, что у меня получится это сделать. Какое это прекрасное время года весна. Столько замечательных праздников. И все еще только впереди. И нас, дорогие зрители, ждет только самое лучшее. Что ж, пришло время прощаться. С вами были Елизавета Пачкаева и Полина Мудрецова. Хорошего вам дня. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова